Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, как отрастить волосы? Сын теряет волосы, так как у его отца была та же проблема, а подруга теряет волосы после перенесенного вируса. Спасибо. Я полысел в своей жизни в возрасте, ну где-то 31 год. Причем залысины были у меня большие, можно это увидеть на моих старых видео. И никакие способы отращивания волос мне не помогали. То есть какие-либо болтушки там и так далее, это все не работало. Это все связано с тем, что с возрастом у мужчины уменьшается количество тестостерона. Даже по совету одного из врачей я там принимал комбинированные препараты, инъекции для волос и так далее. Имея в общем-то материальную возможность, я хотел сохранить свои волосы. Но ничего у меня не получилось, волосы благополучно выпали, оставив огромные залысины. И что я сделал, я пошел в клинику пластической хирургии, где мне сделали пересадку волос. То есть взяли волосы с затылочной части, там где волосы густые, и посадили их в переднюю часть, где были залысины. Было три операции и успех этих трех операций сейчас перед вашими глазами. То есть волосы выросли благополучно, волосы стали больше и толще, чем те волосы, которые росли до этого и находятся рядом. Вот рекомендую. По поводу вот такой аллопеции, которая возникает у женщин, это как правило связано со снижением иммунитета. И любое улучшение у женщины иммунитета улучшает в общем-то и общее состояние. Какие препараты для улучшения иммунитета? Есть два таких органа, которые участвуют в том, чтобы человек лишался волос или они у него росли хорошо. Первое это поджелудочная железа и второе иммунитет. То есть если поддерживать одновременно поджелудочную железу и поддерживать одновременно иммунитет препаратами иммуногрант и панкресорб, то волосы перестанут высыпаться. Из народных способов восстанавливать волосы и делать все для того, чтобы волосы не выпадали, это использование болтушки. Берется одно гусиное яйцо, 100 граммов гусиного жира и порошок из крапивы. Все это топится, смешивается между собой так, чтобы получилась мазь и втирается в кожу головы. Это в действительности приводит к улучшению роста волос. Вообще крапива и череда, смешанные между собой, с добавлением руциного, как она на русском языке, руцин с латыни переводится как касторка. С добавлением касторового масла помогает или репейного масла, помогает восстанавливать волосы и делать все для того, чтобы они не выпадали. В нашей компании разработан препарат, это витамины для волос, как-то они называются, не помню, уже Найс. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Витамины. Называются они максидерил. Максимально восстанавливает кожу, волос. Вернее, максимально восстанавливает кожу, максимально восстанавливает ногти и волосы. Витамины для наших волос. Витамины. Продолжение следует...